На днях Беглая, экстремистская одна из группировок, заявляет, что они среди эмиграции создают Харугви. Кстати, товарищи Беглые, это ж мобилизация, понимаете, вот они сбежали туда, думая, что мы тут пересидим, как мыши под веником. А им приходят и говорят, не пересидите, ну-ка давай иди в Харугвь, и они уже создали какую? Гданьскую. Ну, Харугвь, кто не знает, это специально так взятая средневековая история, это такое подразделение, но численность около роты. Рота в районе 100 человек, ну, разные роты бывают, мы берем мотострелковую, условно говоря, роту, там 110 человек, например, да, вот, то есть около роты, ну, понятно, там нету никакой еще пока роты, у них же всегда полк, там 20 человек соберутся, уже полк, я не знаю, если их там 40 будет, наверное, дивизии себе объявят уже. Так вот, Харугвь, Гданьскую создали, чем они будут заниматься? Военно, тактическая, как они говорят, ну, военно, считай, подготовкой, спортивной, там, идеологической. Это полноценное создание сил антибелорусских вооруженных на территории Польши. Это что, дружественный шаг? Ну, тут вообще об этом речи не идет. Это фактически при поддержке польских властей, мы знаем, что все эти экстремистские группировки ими контролируются, они создают военизированные формирования для агрессии против Беларуси. Понятно, как они планируют использовать эти формирования, они же не дураки, они же понимают, что там и мотивация такая себе, понимают, все-таки, столкнувшись с реальными боевыми действиями, там, эти Харугви, они наберут принудительно из этих айтишников беглых и хипстеров эту Харугвь, они увидят крупнокалиберный пулемет или систему оборонительных сооружений, или там бронетехнику, вертолеты, они же разбегутся, естественно, да? Это нужно для прикрытия идеологического. За ними, не дай бог, конечно, но пойдут уже польские вооруженные силы, польские, там, силы специальных операций и другие, но сам факт создания говорит о том, что поляки вынашивают планы, еще раз говорю, агрессии против Беларуси.